Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Намаскар. Сегодня друг такой говорит, Дада, а как не хвататься, не держаться за прошлое? Я говорю, а как это так? Он говорит, ну вот просыпаешься, какая-то мысль приходит, мол, а вот если бы 10 лет назад вложился вот в этот проект или купил такие акции, или что-то вот такое сделал, сейчас бы было всё идеально, сейчас бы был в шоколаде. И он говорит, я понимаю, что из-за вот этих мыслей целый день насмарку, всё портится, настроение портится, но, тем не менее, эти мысли приходят, и что же с ними делать? Как это отпустить в конечном итоге? Первое, что мне на ум приходит, это вот как ты утро начинаешь. Ну так как вот он свой вопрос сформулировал, я утром проснулся, и мысль вот эта возникла. А про себя я тоже могу сказать, что были у меня тут негативные разные ситуации, болезни, ну и сейчас такая ситуация вообще в жизни, в мире, что много неприятных вещей происходит где-то. И ты просыпаешься и чувствуешь боль. То есть проснулся и чувствуешь боль. То есть когда ты просыпаешь, ты спишь, ты вот там в блаженном неведении пребываешь, глаза открыл, и постепенно-постепенно картина мира начинает собираться, и вот в этой картине мира ты испытываешь боль. Одна вещь, которая очень сильно помогает, это сломать вот эту волну негативную и задать высокую волну. Это делается в практике так называемый гуру сакаш. Вообще те люди, у которых есть личная практика, личная медитация, инициация, тех, у кого установлена связь с гуру, то есть со святой личностью, то ты просто утром просыпаешься и первым, что ты думаешь, ты думаешь о гуру. И вот эта мысль, так как гуру находится на очень высокой волне, он передаёт очень высокую волну, он тебя поднимает до своей волны. Это мощная такая практика, но большинство из вас, к вам это неприменимо. Поэтому просто ты садишься утром и повторяешь мантру. Первая мысль, как только ты проснулся, это нужно довести до автоматизма. Первая мысль – это мысль с мантры должна идти. То есть мантру повторил и идеация – всё есть высшее сознание. Вот с этого у тебя всё должно начаться. А потом, ну конечно, мысль – это же недостаточно. То есть это мысль, но это ещё не чувство, это ещё не настроение. Поэтому перед тем, как в туалет идти, там зубы чистить, пить что-то, ты садишься. Садишься вот так на кровати и устремляешь свой ум высоко. Мантру повторяешь и полная вот эта идеация. Сознание – это всё, что есть. Стараешься проникнуть вот прям глубоко вот в это чувство, что всё вибрирует блаженством. Скажешь, какое там блаженство? Вот ситуация, вот ситуация. Это из-за невежества. Это из-за наших собственных привязанностей, из-за наших собственных там жадности где-то, ещё чего-то, гордости, вот это страдание. Но если ты сломал вот эту волну, да, и ушёл с этого уровня ума на уровень духовный, там другое настроение. Там даже во тьме, даже тёмной ночью всё вибрирует блаженством, всё пронизано волшебством. И вот это утром надо сделать. То есть ты это сделал, а потом уже начинаешь свой день. Идёшь в душ, там зубы чистить, потом уже делаешь свою основную медитацию. Но уже ты главную задачу дня сделал, потому что ты уже запустил вот этот поток мыслей. Не тот поток, то есть у тебя те микровиты, мы называем, вот та энергия негативная, которая заставляет видеть вот всё, воспринимать именно всё как боль, как страдание. Ты её отогнал уже, эту энергию. Она уже тебя затронуть не может, потому что ты создал вокруг себя ауру позитивной энергии, если можно так выразиться. И к тебе липнет позитивная только. Тебе негативная не липнет. Вот это очень важный, очень действенный способ вообще избавиться, в принципе, от страдания в своей жизни. Вторая вещь, которая очень релевантна этому вопросу, это практика Гурупуджа или практика Варнаргиядана, предложение цвета. Вы можете посмотреть моё видео на эту тему. Так и называется Варнаргиядан или предложение цвета. Когда монтировать будут видео, там ссылочку тоже поставят. В описании под это видео про Варнаргиядан можете посмотреть, подробно разобраться. Но идея здесь в чём? Идея Варнаргиядана в том, что откуда боль идёт? Боль идёт от привязанности. Боль идёт от желания какого-то. Боль идёт от гордости. Вот эти вещи причиняют боль. То есть твоё счастье и твоё страдание находятся в области твоего контроля. Вот это важно понять. Это всё находится в твоей власти, это в твоих руках. Если ты боль испытываешь, значит внутренне не справляешься, внутреннюю войну проигрываешь внутри себя. И что это за такой Варнаргиядан? Тебе нужно предложить Всевышнему отпустить, отдать то, чего ты глубинно хочешь. Ну, не знаю, тебя облили грязью, ты от этого боль испытываешь. Какие-то враги у тебя появились, кто-то на тебя нападает. Или ты испытываешь боль от того, что ты упустил возможности, не разбогател внезапно. Вот туда бы вложил... Три года назад вот там... Сейчас бы купил несколько биткоинов и был бы сейчас в шоколаде. То есть это связано с твоим. И тебе нужно разобраться, а в чём моё желание? Может быть, это мой престиж? То есть я хочу, чтобы меня всегда любили, всегда уважали, всегда все меня почитали или ещё что-то. Значит, это моя слабая часть. Или моя слабина – это вот жадность. То, что я хочу, меня не устраивает то, что у меня есть. Я хочу больше, я хочу стать миллионером, я хочу стать миллиардером. И эта нереализованность, она доставляет мне боль. И сейчас вот, когда я говорю, да, отпустить что-то. Одна... В зависимости от того, какая привязанность, да, там и боль. Одна мамочка, как бы мы с ней разговаривали, она говорит, да, ну что мне делать? У меня дочка. Вот я её гиперопекаю, а она протестует. Она во все тяжкие. Она там все дискотеки собрала. Она там подвыпившая домой приходит. А мне это страшно вообще, я не могу. Я даже два часа там от неё нет никаких эсэмэсов, ничего. Я умираю. Я там вся... Я говорю, вот садись, вот так вот делай. Представляй свою дочку в руках своих и предлагай Всевышнему. Она говорит, как это так? Я не могу. Я... это моя, я должна это вот контролировать всё. То есть у ней очень сильный протест. Я говорю, садись, делай. Она сидит, ревёт там, слёзы прямо рекой текут. Делает. Я говорю, ну что, легче? Она говорит, легче. Легче. Но это тоже с одного раза не получается. И вот кто-то скажет, что это, ну... У кого нет такой сильной привязанности, как вот у неё, именно в отношении дочки, полегче у них в взаимоотношениях. Детей ты отпускаешь, свободу даёшь им и так далее. Они поехали у тебя куда-то учиться, в другой город, в столицу, за границу, ещё куда-то. Ты нормально, спокойно, да, справиться, всё хорошо. Это значит, что у тебя здоровое состояние, да, психики в этом аспекте. Но другое... там, например, у человека есть идея фикс. Вот мне нужно стать богатым миллионером, там, миллиардером. Попробуй вот эту идею предложить Всевышнему. То есть что значит предложить? Это значит, что я отпускаю это и будет по твоей воле. Если ты захочешь, чтобы я стал миллионером, миллиардером, так оно и будет. А если ты захочешь, чтобы я был нищим, так оно и будет. Сейчас эти слова звучат... Вы чувствуете, как спазмы внутри происходят? О, нет, почему, как это, нет? То есть я держусь, я контролирую. Это вот в моих руках, и я не могу это отпустить. И интересную сейчас я вам вещь скажу, что на самом деле тебе, может, и суждено стать миллионером и миллиардером. И наличие этого желания... Ну я это сейчас просто так привожу для примера. У кого какие? Кто-то хочет космонавтом стать, кто-то хочет известным стать. У всех разных у нас в нашей психологии разные у нас есть потребности, разные желания. И самое интересное, что вот тем, что мы вот так вот вцепились, мёртвой хваткой в это, мы блокируем. То есть ты вот на уровне интеллекта, на уровне эмоций зацепился, и вся твоя интуиция, всё заблокировано. То есть тебе настолько страшно, что ты не можешь сделать те шаги, которые приведут тебя к цели. То есть ты настолько вот это держишься, это для тебя... А для того, чтобы ты прийти к цели, тебе нужно быть беспристрастным. Тебе нужно расслабиться, отпустить. И тогда ситуация разрешится. Тогда оно пойдёт, тогда поведёт тебя. То есть тогда произойдут какие-то события в мире, во внешнем мире. Внутри тебя какие-то сработают осознания. Вот это надо делать, вот это надо делать, вот это надо делать. Но ты должен быть в состоянии вот этой непредвзятости. Я готов и так, я готов и так. Я проводник Высшего, веди меня, направляй меня. Я полностью доверяюсь. Говори со мной через моё сердце. Ну это как... не то, что там слова какие-то, но это интуиция. Я интуицию имею в виду. То есть я знаю, глубоко внутри меня у меня есть знания. Наш интеллект, наша интуиция, они очень могущественные, если мы позволим им работать. Почему вот знаменитая история, да, Архимед Эврика? Эврика, у него была задача там, что нужно, взвесить корону надо было. И с царями не шутят, он сказал, давай выполнить задачу. И вот он ходит там в стрессе, думает, как же мне её взвесить, у меня нету формул, как рассчитать. Она же круглая корона, даже не квадратная. И потом вот он расслабился, лежал в ванне, и у него раз случилась Эврика, осознание. То есть ты дал задачу своему уму, отпусти это. И какие-то глубины... стресс создаёт наши глубинные желания, привязанности и так далее. И это находится в области нашего контроля. Поэтому, когда ты испытываешь боль, проанализируй. А чего ты хочешь? А как хочешь, чтобы ты была? И почему тебе больно? И глубже проанализируй. То есть чего ты хочешь на самом деле? Это что? Это престиж, это жадность. И честно это всё, посмотри на это, честно это назови. И потом вот то своё глубинное, то, чего ты хочешь больше всего, вот это отдай Всевышнему, отпусти на Его волю. Пусть это будет как... Скажи, это твой мир, это твоя Вселенная. Ты играешь в игру, ты всё расставляешь на свои места. И ты любишь каждое живое существо, и меня тоже, особенно меня. И я знаю, что ты ведёшь меня правильно, так как лучше всего мне. Вот если так делать, ты перестаёшь блокировать жизнь. И счастье в жизнь приходит, и успех тоже в жизнь приходит. И живи вот в этом моменте, в настоящий момент. Прошлого нет. Будущее ещё не наступило. В этом моменте нужно консолидировать всю свою силу в текущий момент. Сегодня. Вот что я сегодня могу сделать для улучшения. Это не значит... Расслабиться это не значит быть пассивным. Это не значит ничего не делать. Это не значит не иметь какой-то личной инициативы. Это значит не иметь эмоциональной привязанности. То есть слышать своё внутреннее. И вот как оно внутренне тебя ведёт, так это и делать. Я надеюсь, что каждый из нас сможет отпустить прошлое. И отпустить всю свою боль. Есть песня такая. Субтитры создавал DimaTorzok Жабхе-тар-бета-шарай-ядиле Болиле-нахибхой Джан-джаджар-реле Ами-ачи-то-маре-гире Мне говорится, на закате, когда улыбалась земля, ты пришёл ко мне домой, О Всевышний! Ты пришёл ко мне домой. Ты положил мне руку на голову и говорил со мной. В мгновение ока Ты убрал всю мою боль. Там ещё один куплет, последний, один средний, пропущу куплет. Там говорится так. Атанамайар потонабудай чаларашепате о кичунай лакьяшатэрике чолио нишчай монова тагарджайанибаре Атанамайар потонабудай. Приди на путь, встань на дорогу путешествия. Удерживая взгляд на цели, смело двигайся вперёд, чтобы принести победу человечеству. Такая песня. А ещё предыдущий куплет, в нём говорится... В нём говорится, пусть приходит гроза или циклон, ты всегда будешь окружён мной. Ничего не бойся, ты всегда окружён мной. Ты всегда в моих руках. Помните эту фразу. Сила, которая управляет звёздами, ведёт и меня. Вы никогда не одиноки, ты никогда не... Ты можешь сказать, я никогда не одинок и никогда не беспомощен. Сила, которая управляет звёздами, ведёт и меня. Всё. Такие вот мысли вам на топливо для вашего ума. Пишите в комментариях, это правда или нет, так оно работает или нет. Получается ли у вас действительно стать прозрачным, отпустить всё, отпустить всю свою боль и довериться, почувствовать, что на самом деле происходит так, как лучше всего. У всего есть причина. Там, где мне больно, там происходит очищение. Да, я очищаюсь от этих вещей, которые давно мне было пора отпустить, но я всё за них держался, за эти вещи. И сейчас, потому что мне больно, я готов это отпустить. Намаскар. Я благодарю всех, кто помогает нашему проекту. Именно поэтому он растёт и развивается. Для того, чтобы поддержать уроки медитации, переходите по ссылке в описании.